Старые советские качели скрипят, как в фильмах ужасов, рассказывают нам мамы в научном городке. На эту детскую площадку они боятся отпускать своих детей. Дети вынуждены просто-напросто скитаться, сами находить себе, где бутылки, где осколки, где что-то еще. Поэтому мы очень нуждаемся в детской площадке. Это единственное, что нам на сегодняшний день, сегодня необходимо здесь. В прошлом году местная администрация выиграла грант на строительство «Новый» с песочным городком, арками, мягким покрытием. Площадь порядка тысячи квадратных метров. Стоимость полтора миллиона рублей. Средства предусмотрены краевым, муниципальным бюджетом, а также взносами юридических лиц и населения. Родители собрали 220 тысяч рублей и стали ждать стройки. А на днях узнали, что проект детской площадки уже готов. Однако, говорят, с ними детали никто заранее не обсудил. Когда мы уже нам объявили, что уже грант выигран, и когда нам показали уже сметную документацию и всю вот эту картину наполняемости всей этой площадки, значит, мы как бы стали обсуждать это все. Родители подростков возмутило, что готовый проект не предусматривает, к примеру, установку тренажеров или строительство нового спортивного комплекса. Родители малышей, наоборот, полностью поддержали проект. Песочницы и горки считают они самое необходимое на детской площадке. Мнения разделились, но на общем собрании большинством голосов местные жители решили, что игровой зоне все же быть. Для дошкалят и детей начальных классов. При формировании заявки на участие в проекте поддержки местных инициатив предлагаются фото и видеоматериалы с ранее проведенных собраний. А проблема в том основная, что население к реализации проекта подключилось на последней стадию. В администрации говорят, смета уже утверждена, внести изменения невозможно. И к первому сентября площадку должны смонтировать. Возможно, что спортивные тренажеры – это дело уже совсем другого гранта. Ирина Корщегина, Андрей Печоркин. Наши новости.